МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Капиталина Зинкевич. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Активнее пропагандировать достижения ученых. Александр Лукашенко встретился с председателем Президиума Академии наук. Возвращают былые объемы экспортных поставок. До конца года Новополск железобетон планирует запустить в производство три новых вида продукции. Все знают штамп НЖБ. Это значит, придет качественная продукция. Ну, и в срок. Спорт без границ. 62 медали привезли белорусские паралимпийцы с летних игр в Сочи. Свой вклад в общую копилку внесли и новополочание. Я заняла первое место на дистанции 100 метров брас, второе место на дистанции 200 метров комплекс. И в составе комбинированной комплексной эстафеты заняла первое место. Перейдем к подробностям. Ситуацию в отечественной науке обсудил Александр Лукашенко с Владимиром Гусаковым. Председатель президиума Национальной Академии наук рассказал о достижениях своих коллег. Последние дни участвуют в решении широкого круга вопросов для многих сфер в нашей стране. В минувшем году по разработкам академиков выпущено более двухсот наименований импортозамещающей продукции на сумму почти полмиллиона долларов. Для сельского хозяйства это новые сорта и гибриды культур для здравоохранения, отечественная вакцина от коронавируса, а также новые лекарства и БАДы. Попросил бы вас, чтобы мы где-то, может в ноябре, когда будет более свободно, в конце ноябра, в начале декабра, где-то определились и провели выставку достижений ученых Академии наук. Мы это умеем делать, вы не раз это организовывали. Подберем хороший зал, не только для того, чтобы вы отчитались, доложили об успехах, но и побольше народу показать, что мы можем. И что наука у нас многое может. К сожалению, мы мало пропагандируем не только Академию наук, но и достижения нашей науки. А показать ей что. Большинство разработок Академии наук совместно с промышленными предприятиями. Один из примеров – проект СМТЗ по производству экспериментальных образцов беспилотного трактора. Ледозаливочного комбайна и грузовика. Немало проектов реализуется с военно-промышленным комплексом. Отдельное направление работы Академии наук – экспорт продукции. По биотехнологическому профилю только за прошлый год удалось заработать свыше 27 миллионов долларов. По другим новостям. Переориентация рынка взбыта и освоение новых видов продукции. На этом, как и многие белорусские предприятия, сделала ставку Новополоцк железобетон. Еще в марте этого года предприятие по производству железобетонных изделий и конструкций столкнулось с трудностями ввиду санкционного давления. Но уже в июле на смену упадку пошел рост. Вместо Литвы и Латвии НЖБ начал активно осваивать российский рынок. Вдобавок к существующей продукции замахнулся на производство новой. С каким предложением выходит новополучание к партнерам, узнавали мои коллеги. Аккуратно, но очень уверенно работники Новополоцк железобетон загружают вагоны продукцию. Железобетонные стойки и линии электропередач отправятся в Архангельск. И это новый стратегический партнер. Углубить сотрудничество с россиянами подтолкнула внешнеполитическая ситуация. Ее последствия новополский производитель железобетонных изделий и конструкций почувствовал в марте этого года. В мае стало еще хуже, когда ушли Латвия и Литва. За эти месяцы предприятие по экспорту потеряло до 40%. В трудности не сломали, а подсказали новые пути выхода из ситуации. Уже в июле НЖБ увеличил поставки в Россию, а сегодня осваивает новые виды продукции. Мы в этом году ввели два вида продукции по молочно-товарным фермам, а крылки так называемые сенажных ям. Это новая продукция. Плюс еще мы освоили плиты аэродромной толщиной 18 см, которые по сравнению с 14 см дают большую нагрузку. Ну, сами понимаете, что уже теперь не только бульдозерная техника пройдет, но и что-то покрупнее. И еще планируемся до конца года запустить блоки 200 на 200 на 400 для домостроения такого одноэтажного, то есть для частных лиц. Блоки и окрылки для внутреннего рынка, аэродромные плиты на экспорт. Последнее куда важнее, ведь НЖБ – экспортоориентированное предприятие. К уровню прошлого года по поставкам за границу пока не удалось подойти. Отставание в 20%. Но это – дело времени. Благо, есть что предложить. Новополоск-железобетон производит порядка трех тысяч наименований продукции. Из ходовых – плиты пустотного настила, стойки лэб, сваи и колонны. Хватает и заказчиков в списке более 10 российских городов. Но это пока. Изделие НЖБ высоко ценится за пределами страны, но прежде – в самой Белоруссии. Мы ежегодно участвуем в конкурсе «Лучший строительный продукт». Бывают годы не очень удачные, а вот последних два года мы достойно выдержали все испытания конкурса. В прошлом году наш песок – это наш хороший продукт, который знают наши строители, принес нам диплом второй степени, а в этом году стойки лэб железобетонные и вибрированные принесли нам диплом первой степени. Мы очень довольны. Тем более, что номинация называется «Лидер строительства». Новополоск-железобетон не ждет у моря погоды. Предприятие само идет к заказчику. Только за летние месяцы удалось объехать Псковскую, Смоленскую и Брянскую области. До конца года нужно дойти и до потенциальных московских партнеров. Такая работа приносит новых потребителей продукции, которые в скором времени становятся постоянными. Весь Новополоск-железобетон выполняет все сроки и условия поставок, но прежде обеспечивает высокое качество продукции. Когда особенности здоровья – не преграда. В Сочи завершились летние паралимпийские игры. За семь дней свыше одной тысячи атлетов из 11 стран мира разыграли 400 комплектов наград в девяти видах спорта. В семи из них выступили белорусы. Результат – 62 медали, причем 25 золотых. В неофициальном командном зачете у наших спортсменов второе место. Свой вклад в общую копилку внесли и представители Полоцкого региона. Палачанин Андрей Проневич взял золото в соревнованиях на шпагах и серебро в состязаниях на саблях. Высокие результаты у воспитанников Довополоцкой профсоюзной спортшколы Нафтана, пловцов Григория и Анастасии Зудиловых. И это при том, что времени на подготовку у ребят было катастрофически мало. В этом году у нас было очень мало времени на подготовку. Всего полтора месяца. Готовились в режиме девяти тренировок в неделю на базе бассейна БГУФК в Минске. Тренера наши Геннадий Алексеевич Вишняков и Поздеев Станислав Русланович. Очень ответственно подходят к своей работе. Молодцы. Большое им спасибо за то, что с нами занимаются. Итог. Григорий Зудилов взял четыре золотые медали и одну бронзовую. Его сестра Анастасия завоевала две золотые. Одну на дистанции 100 метров брасом, вторую в составе комбинированной комплексной эстафеты. Плюс еще одну серебряную на дистанции 200 метров комплексом. Поздравляем наших паралимпийцев с удачным выступлением на летних играх в Сочи и желаем дальнейших спортивных успехов. С начала года на Витебщине произошло 736 пожаров, в которых погибли 80 человек. В 87% случаев основная причина возгораний неосторожное обращение с огнем. Непотушенная сигарета, курение в состоянии алкогольного опьянения в этой части спасатели усиливают работу на упреждение. Очередная профилактическая акция за безопасность вместе в эти дни стартовала во всех регионах Беларуси. В осенне-зимний период отдельное внимание также к состоянию электропроводок и печного отопления в частном секторе. В Новополоске, например, их исправность систематически проверяется. Середина октября прохладно, а это значит, в частном секторе вовсю топятся печи. Поэтому Новополоские спасатели сегодня отправляются в очередной рейд. Пункт назначения – садоводческое товарищество «Кветка», буквально в пяти километрах от города. Здесь еще копошатся на приусадебных участках местные жители и отдельные дачники. Разговор с ними заходит прежде в состоянии печного отопления и электропроводки. Состояние электропроводки и печей – это основная причина пожаров в нашем городе, особенно по электропроводке. В настоящее время в городе произошло 12 пожаров и 70% пожаров по правилам нарушения электрооборудования. По причине неисправности печей в городе произошел один пожар, опять же, садовом товарищества. На гостей в товариществе реагируют адекватно. Местные охотно показывают, чем отапливают жилища и в целом, как обеспечивают безопасность домов. Не всем увиденным спасатели довольны, поэтому в очередной раз проводят ликбез. Владельцам обогревателей напоминают о правилах эксплуатации. В частности, использовать прибор обязательно вдали от мебели и занавесок, не оставлять работающим без присмотра и на ночь, не включать выдлинитель с другим электрооборудованием. О печах – отдельная беседа. Говорят спасатели о недопустимости трещин и щелей, напоминают об исправности дымоходов. Участники рейда – как никогда на подбор. Молодежь, взрослые, горожане и пожилые. Последним – особое внимание. Основной массой проживающих в садовых товарищеском на постоянной основе являются пенсионеры. Это та категория, которой спасатели обращают особое внимание. В настоящее время МЧС проводит компанию «Безопасная старость», в рамках которой мы призываем граждан оказать помощь своим престарелым родственникам по приведению в пожаробезопасное состояние своего жилья. Рекомендуем устанавливать пожарные извещатели для своевременного обнаружения пожаров. 101 и 112. О номерах службы МЧС также важно напомнить. Буклет с правилами пожарной безопасности также не будет лишним. Как, впрочем, и статистика. В Беларуси 7% пожаров случаются по причине неисправности электропроводки. Еще 4% пожаров – вследствие нарушения правил эксплуатации печного оборудования. Да, цифры не такие большие, но за ними имущество и чьи-то жизни. Поэтому спасатели продолжают профилактику, рейды, проверки, чтобы каждый человек понял – безопасность прежде всего в его руках. Это «Новости в форме». С вами Сергей Чураков. Добрый день. В ВВС и войсках ПВО завершилась проверка боевой и мобилизационной готовности. Подразделения, укомплектованные военнослужащими призванными из запаса, успешно выполнили задачи, которые возлагались на них в рамках сбора. По его окончанию в смешанной авиационной базе прошло торжественное построение. Командование выразило благодарность военно обязанным. Некоторым из них были присвоены очередные воинские звания. Все запасники вернулись домой. Военно-политическую ситуацию в Беларуси обсудили с работниками предприятий Брестской области, представителей силового и экономического блоков. Широкое информирование населения – это поручение президента. Сегодня западные оппоненты активно атакуют умы людей фейками и ложью. На подобных встречах спикеры доносят до коллективов истину, отвечают на интересующие вопросы. В вооруженных силах реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений. Войска, выполнявшие задачи по усилению государственной границы, возвращаются в пункты постоянной дислокации. В воинских частях и соединениях их встречают хлебом с солью. Митинги проходят в торжественной обстановке с оркестром и теплыми словами от родных и близких. До встречи! Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звязда». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»